В законодательной палате Али-Маджлиса состоялся очередной правительственный час. Депутаты детально рассмотрели вопросы о работе, проводимой в стране по развитию физической культуры и спорта. Привлечению всех слоев населения, особенно молодежи, к систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом. Глава профильного министерства рассказала, насколько эффективно реализуются документы за подписью руководителя страны, направленной на развитие сферы. Акцент сделан на создание необходимой инфраструктуры для занятий спортом молодежи в Махалях. Внедрение системы проведения республиканских соревнований на основе популярных массовых видов спорта. Совершенствование организации деятельности государственных спортивно-образовательных учреждений, подготовки высококвалифицированных кадров. О, спорт, ты мир! Отрадно, что с каждым годом желающих открыть его для себя, укрепить здоровье, повысить функциональные возможности собственного организма, работоспособность, овладеть необходимыми навыками и умениями, полезно и приятно провести досуг и обеспечить себе активное долголетие, становится все больше. Ученики, спортсмены отличаются от учеников, которые учатся в школе. Наши ученики более целеустремленные, они серьезно относятся не только к спорту, но и к учебе тоже. Они очень усидчивые и высоко мотивированные. В обычных школах они еще не определились выбором будущей профессии. А в нашем центре уже с пятого класса знают, что они будут спортсменами и стремятся к победе. Важный аспект – создание центров подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Конечно же, не все становятся чемпионами, спортсменами, но физическая активность должна быть всегда у любого человека. И поэтому мы выезжаем с нашими ребятами на мастер-классы, в махали, в школы. Даже детские сады к нам приезжают, с родителями беседа идет. Каждый выбирает свой путь, там футболист становится, гимнастом, пловцом. Наша задача – вовремя направить именно по этой дороге, по спорту. Вместе с тем. Заслушивая отчет министра по развитию спорта, мы особо отметили, что надо было создать такие условия, которые создаются в городах, также отдаленных районах и сельской местности. Современную спортивную инфраструктуру. Помимо придания систематическим занятиям физической культуры и массовым спортом высокого статуса социальной значимости, они должны стать характерной чертой образа жизни молодого поколения, в связи с чем депутатами не только высказаны соответствующие предложения и рекомендации, но и решено обеспечить действенный парламентский контроль над этим вопросом.